Футбол 5+. В этом году он привлек ребят из 21 детского сада. Турнир проводится для популяризации, скажем так, футбола, привлечения большего количества детей для занятия футболом. И только футболом, скажем так, физкультурой, в детских садах. Ну и в последующем, может быть, из этих ребят что-то получится, и мы их увидим на более взрослом уровне. Там чемпионат города, чемпионат области. Все команды разделили на 7 групп. В группах три команды играют в круг. Команды, которые заняли первые места и две лучшие команды, занявшие вторые места, образуют золотой кубок. Все остальные, занявшие вторые места и две лучшие команды, вышедшие на третье место, образуют серебряный кубок. Слабейшие по итогам групповой стадии вылетают, а остальные образуют бронзовый кубок. Мы сыграли 5-0, я забил 4 гола. Мать была очень подной. Я хотела сделать подкат, но не получилось, потому что слишком много народов, там народу было. А вообще результатом с вами довольны? Да. Первая пошла нормально, но, конечно, все хотели выиграть. Вторая, потом немного получше. Я начала водить уже змейкой, иначе у меня головы сбывали. И если и в команде 31 сада, и в команде 40-го играли одни мальчики, то детский сад номер 8 разбил стереотип о том, что футбол – это мужская игра. В обороне у них стояла девочка. Ворота также защищала представительница прекрасного пола. Мы хотим, чтобы никто не обижался, если он проиграет. А ты на воротах стояла, да? Тяжело было? Да. А что тяжелого? То, что мяч еще, когда я пошла за мячом, и потом у меня голова заболела, когда я мяч кинула. А вообще еще в ротарем-то будешь? Планируешь быть? Да. А почему у тебя в ротарем играет? Потому что я слежу за мячом, ловлю его хорошо. Финальные игры пройдут 19 мая, а уже с 1 июня в Сарове стартует чемпионат по космоболу среди воспитанников детских садов. Саровские батутисты взяли целую россыпь медалей на чемпионате и первенстве Нижегородской области по прыжкам на акробатической дорожке и двойном мини-трампе. Интересные элементы – ощущение полета на прыжках, красота и сила. Именно из-за этого Екатерина Мирясова занимается на батутах уже 8 лет. А еще потому, что в спортивной школе она чувствует поддержку друзей и тренеров и получает заряд хорошего настроения. Когда юная спортсменка только пришла в секцию прыжков на батуте, ей было страшно выполнять комбинации. Сейчас Екатерина – неоднократный победитель и призер на областных и всероссийских соревнованиях. Главная цель у атлетки – стать мастером спорта. К своему вступлению на первенстве Нижегородской области Екатерина относится критически. Я готова к соревнованиям достаточно долго, потому что до них были городские. Участвовать в соревнованиях было волнительно, но я старалась себя пересилить. Выступила, я считаю, не очень хорошо, можно было лучше. Соперники были примерно такие же, как я. В первой комбинации я сделала шаг и открылась в ненужном месте. Чемпионаты первенства Нижегородской области по прыжкам на акробатической дорожке и двойном мини-трампе прошли в Нижнем Новгороде. На соревнованиях боролись 105 участников из четырех городов – Сарова, Арзамаса, Нижнего Новгорода и Бора. Батутисты спортивной школы «Кар» выступили в шести возрастных группах в составе 40 человек. Саровчане взяли 26 призовых мест в индивидуальных выступлениях и 9 в командном зачете. Там же первенство и параллельно чемпионат проходило. В чемпионате у нас девочки ездили, женщины как бы 17+, взрослые. Они тоже в команде выиграли на двойном мини-трамплине и в индивидуальном. Первый, второй, третий заняли. И также на дорожке мы их выставили. На чемпионате первенства Нижегородской области саровчане в первый раз выступили в дисциплине «Акробатическая дорожка» и также показали блестящий результат. На этих областных соревнованиях акробаты спортивной школы «Кар» выступают каждый год. По словам тренера, такой урожай медалей ребята не привозили давно. Я просто была настроена хотя бы, чтобы встать на пьедестал. Я делала, и так получилось, что я обыграла соперницу. Я просто не поняла, как это. Очень хорошо проходили тренировки, даже очень серьезно. Наш тренер очень хорошо подготавливал нас, чтобы мы встали на пьедестал. Областные соревнования. Последний старт для патутистов в этом учебном году. Дальше ребят ждут тренировочные сборы. В сентябре самые сильные спортсмены поедут на первенство России в Астрахань. В рамках проекта «Спорт. Норма жизни» Центр внешкольной работы организует спортивные занятия на нескольких площадках города. Спортивные площадки с тренажерами и снарядами для воркаута появились во многих дворах Сарова. Но не каждый человек знает, как правильно заниматься на том или ином тренажере, на какие группы мышц он рассчитан. В этих вопросах помогают инструкторы Центра внешкольной работы. Они консультируют, рассказывают о видах тренажеров, подбирают упражнения в соответствии с индивидуальными запросами человека. В сквере 22-го микрорайона по улице Павлика Морозова площадка оснащена большим количеством тренажеров, оборудованием для сдачи норм ГТО. Здесь же можно поиграть и в настольный теннис. Здесь упражнения можно сжим, лежа, становая тяга, можно выполнить гиперэкстензию упражнений, отжимания на борусьях, жим сидя. Это силовые упражнения, а также на настольный теннис, баскетбол и волейбол. Региональный проект «Спорт в каждый двор» федерального проекта «Спорт норма жизни» реализуется несколько лет. Все желающие могут выбрать физическую активность на любой вкус, а также получить помощь специалиста по спорту на физкультурных площадках города. Консультации инструктора абсолютно бесплатные. Дети тоже могут найти здесь занятия по душе, игры с мячом или командные соревнования. Специалисты Центра внешкольной работы приносят с собой необходимый инвентарь – скакалки, мячи, ракетки для настольного и большого тенниса. Когда приходишь со школы, делаешь уроки, я прихожу сюда. Ну, тут есть кольцо, можно чем позаниматься. Очень люблю заниматься спортом. Это полезно, весело, приносит радость, интересно. А каким видом спорта увлекаешься, занимаешься? Увлекаюсь бегом, теннисом, баскетболом, подтягиванием, ну и лазом. Для людей серебряного возраста предусмотрена отдельная физкультурная группа на площадке по адресу Силкина, 20. Здесь инструкторы по спорту работают с понедельника по среду с 9 до 12 часов. По улице Казамазова, 10, со вторника по четверг с 10 до 13 часов. Площадку в сквере 22-го микрорайона по Павлико-Морозово можно посетить с понедельника по четверг с 16 до 19 часов. Проект реализуют в течение всего лета. За подробной информацией можно обратиться по телефону 981-03. В Сарове прошел муниципальный этап всероссийских соревнований «Кожаный мяч». За победу боролись команды нескольких школ и центров внешкольной работы. Всероссийские соревнования юных футболистов «Кожаный мяч» проходят в нашей стране ежегодно с 60-х годов прошлого века. В Сарове в этом году на турнир заявились несколько команд из разных школ города и центров внешкольной работы. В одном из последних матчей за победу боролись 17-я школа и футбольный клуб «Мечта». Сыграли хорошо. Было довольно много голов. Была очень хорошая игра. Одна из лучших. Секрет успеха в том, что мы дружим и наша дружба, она выполняется в игре. Команде 17-й школы удалось забить ворота «Мечты» больше десятка голов. В ответ получив только один мяч. Чуть подкачала защита с левой стороны. Было много моментов забить. Команда такая попалась. Не очень собранная. Получалось в каких-то моментах плохо сыграть, а в каких-то и хорошо. Я забил 7 мячей в этом матче, но я бы сказала, что могли бы забить и больше. Без поражения не бывает побед. Команды встречались уже два раза. И в первый раз спортивная удача была на стороне мечты. Поражение заставило игроков 17-й школы пересмотреть стратегию, провести работу над ошибками и отыграться. На прошлой неделе мы проиграли первому составу мечте, но потом исправились и выиграли второй состав этой же команды с большим счетом. Цель кожного мяча в первую очередь – популяризировать футбол, привлечь в этот спорт детей, оторвать их от гаджетов. Турнир дает возможность показать себя как опытным игрокам, так и тем, кто делает первые шаги в этом виде спорта. Я не футболист, я как бы не играла. Это моя первая игра вообще в футболе, в матчах таких. Я любитель. Ну расскажи о впечатлениях, когда вы играете в таком уже довольно серьезном. Ну вот, понравилось очень сильно. Наверное, в будущем, может быть, буду еще футболом заниматься. Муниципальный этап кожного мяча закончился. Команда-победитель в каждой возрастной группе поедет на областные соревнования. Они пройдут в мае в Арзамасе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова